Курс основы академической грамотности разработан для того, чтобы помочь вам учиться. Понять, что такое обучение, какие существуют подходы к обучению, какие методы и какие приемы можно использовать для того, чтобы обучение было вашим максимально комфортным и интересным и плодотворным. Итак, сегодня мы поговорим о том, что же такое обучение. Когда мы произносим это слово, в вас рождается определенная ассоциация. Что вы вспоминаете? Как правило, люди вспоминают школьные годы чудесные, когда вы сидели за партой, когда у вас была учительница и что она рассказывала вам что-то, а вы остальные слушали. 10-11 лет, проведенные за партой, неизбежно накладывают отпечаток на наше представление об обучении. Тем не менее, обучение может быть разным и понимается оно по-разному. Одно из представлений об обучении формируется о том, что обучение это процесс познания. То есть в обучении человек познает что-то новое, раскрывает свои способности и учится умению рассуждать, решать творческие задачи и справляться с теми вызовами, которые встречаются в жизни. Этот подход называется подходом с позиции познания. Вот какие определения даются в этом подходе. Видный российский педагог, профессор Виталий Александрович Сластенин описывает обучение как специфический процесс познания управляемым педагогом. Таким образом, обучение это целенаправленный систематический процесс, когда педагог передает свои знания ученику. В этом случае ученик находится в некоторой пассивной позиции. Учитель является тем, который передает свои знания, учит и вовлекает его в собственную деятельность. Такое представление о обучении господствовало в педагогической науке на протяжении долгого времени. Но приблизительно в 60-х годах прошлого века стал более распространен культурологический подход. Или понимание обучения как освоение и передача традиций от одного поколения к поколению. Такое определение предложит Бернард Байлин. Он сказал, что культура это весь процесс, всеобъемлющий процесс обучения, который происходит при передаче культурных традиций от поколения к поколению. Эти культурные традиции включают в себя и элементы познания, и ценности, и даже нравственные критерии и цели. Культурологический подход подчеркивает, что образование это не только передача мышления, опыта, но также передача нравственных ценностей, нравственных традиций, которые происходят во всех членах общества, включая родителей и детей, старшее поколение и младшее поколение, и также профессионалов, которые передают свое знание более молодому поколению специалистов. Кроме научного подхода, который описывает обучение с позиции познания или с позиции культуры, существуют другие способы описания, что же такое обучение. Один из них использует метафоры. Метафора это образное выражение, которое раскрывает суть изучаемого явления. Посмотрим, какие метафоры использовались по отношению к образованию. Иногда обучение было описано в качестве диалога учителя и ученика. Мы видим эту метафору, когда читаем о диалогах Сократа с его учениками. В этом случае ученик задает вопросы, а учитель ведет его в размышления и направляет поиск ответов на вопросы. Описание обучения как диалога представляет интересную форму, в которой передается не только знание, не только опыт, но и определенные ценности, которые неизбежно переходят от учителя к ученику. Другой метафорой образования может быть овладение премудростью. В этом случае ученик является подмастерием, который приходит за определенным знанием к своему учителю. Учитель или мудрец передает это знание постепенно, как крупица сокровищ из рук в руки. Процесс овладения знаниями, как правило, включает в себя не только размышление, но также и труд, также какое-то совершенствование и какой-то путь, который они проживают вместе. Другой метафорой обучения, которая стала применяться с ростом технического прогресса, является обучение как завод. Потребность в большом количестве квалифицированных рабочих привела к тому, что к образованию стали подходить как тоже некоторому производству. Учитель в этом плане был квалифицированный рабочий, который применял определенные технологии, определенные инструменты для того, чтобы получить хорошие подогнанные детали. Ученики в этом случае были теми деталями, над которыми работали, трудились, руки многих людей на конвейере, и в конце концов выходило годное изделие. Эта метафора ставит ученика в заведомо пассивную позицию, когда над ним производятся какие-то действия, когда к нему применяются технологии, и только впоследствии он может использовать их в своей трудовой деятельности. Есть иная метафора в описании обучения. Это метафора выращивания растений в теплице. В этом случае ученики представляются в виде растений, каждый из которых обладает определенной характеристикой роста. Некоторые растения растут быстро, например, дерево бананов растает за год, а дубы растут на протяжении долгих десятилетий. Мудрый садовник знает характеристики роста каждого растения, и он знает, какие удобрения, какой полив обеспечит им на лучшие условия. В этой метафоре ученика принадлежит какая-то индивидуальная черта, индивидуальное развитие, индивидуальные качества. И садовник только в какой-то мере может влиять на то, что получится из этого растения. Он может придать ему форму, он может обеспечить хорошие условия, но он не сможет из дуба сделать банан. Эта метафора подчеркивает индивидуальность ученика и подчеркивает, насколько бережным должно быть отношение учителя к тем семенам, которыми уже ученик является. Еще одна метафора, которая в последнее время особенно популярна по отношению к образованию, это метафора путешествия. В этой метафоре ученик отправляется в какую-то трудную дорогу, и он находит себе проводника, чтобы вместе идти по этому пути. Проводник знает дорогу, он знает опасные повороты, препятствия, но он также знает те места, которые особенно интересны и особенно полезны для преодоления учеником. Эта метафора ставит в активную позицию как учителя, так и ученика. Вместе они идут по дороге, и ученик питается теми знаниями, теми опытом, которые есть у своего проводника, учителя. Эта метафора образования подчеркивает активную позицию ученика в процессе обучения. В последнее время в области образования происходит очень много различных интересных изменений. Если раньше образование считалось традиционным, в котором человек получал доступ к знаниям, которые он не мог найти где-то в другом месте, получал доступ к тем сокровищам, которые позже могли быть применимы в его жизни, то сегодня обучение рассматривается не только как способ найти эти сокровища, но способ применить их и найти те пути, какими это знание будет полезно для каждого конкретного ученика. С ростом интернет-технологий доступность знаний стала максимальной. Практически вы можете найти знания по любому предмету в любом количестве и качестве на просторах интернета. Вот только как овладеть этими знаниями? Как сделать так, чтобы эти знания послужили вам на пользу? Это становится главной задачей образования. Именно поэтому активная позиция ученика, ваши цели, ваши достижения являются принципиальными и важными в процессе обучения. Обучение это тот процесс, который продвигает вас по жизни, который дает вам инструменты развития, которое проясняет между вами ваши цели, ваши профессиональные амбиции и пути, какими образом вы можете их достигнуть. Итак, сегодня мы с вами поговорили об обучении, о том, какие существуют подходы к обучению и какие метафоры могут описывать этот процесс. На следующем занятии мы обратимся к Библии и посмотрим, что нам говорит Библия о процессе обучения, мотивирует ли она нас учиться.